Приветствую вас! Казалось бы, на первый взгляд, такой довольно однозначный вопрос, по моему мнению, на поверку оказался дослуживающим куда более пристального внимания, ибо есть у вас в этом тексте довольно-таки серьезные моменты, которые я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, и, может быть, это вам поможет восстановить более сильную картину происходящего с вами, и тем самым у вас появится более четкое понимание того, что вам в этой картине мира сделать, какое место вы в ней занимаетесь. Итак, вы пишете на днях, осталось с человеком. Встречали два года, два года, но отношения со временем притупились. Так, с учетом того, что вы написали далее, скажите, пожалуйста, вот как вы для себя, да, могли бы описать, окастеризовать факт притупления отношений? Ведь если отношения притупились, это что означает? Это означает, что вы перестали получать от них удовольствие, правильно? Перестали чувствовать себя на подъеме, чувствовать себя хорошо, чувствовать себя там живой, да, и так далее. То есть притупились, отношения стали рутиной, а меняться ничего вы не хотели. Ну, так как ни мере, вы об этом не пишете. То есть, были попытки у вас что-то поменять с мужчиной, или не были попытки у вас что-то поменять с вашим человеком, с человеком любимым, непонятно. Но, тем не менее, вознение притупились. И раз отношения притупились, то есть начали себя изживать, да, то он был инициатором расстаться с вами. Ну, казалось бы, в общем-то, довольно правильный, адекватный поступок, расстаться с вами. Не было измен, не было каких-то, ну, знаете, как это было, ситуаций, которые могли бы быть использованы мужчиной как фактор для того, чтобы расстаться с вами. То есть все довольно честно. Отношения притупились, давай расстанемся. Ну, логично. И мужчина это вам предложил, в принципе, он здесь справа. Но, опять же, как вы к этому относитесь, понимаете, вот то, что он был инициатором расстаться. Читает ли вы, что он поступил правильно, читает ли вы, что он поступил неправильно в этой ситуации, и так далее. Далее вы пишите, я согласилась. Опять же, с учетом того, что вы написали дальше, я вам хотел бы задать вопрос. Вы, соглашаясь, чем руководствовались? Вот, соглашались вы когда? Вы чего хотели? Вы чего делали? Вы о чем думали? Вам какой представлялась реальность? Какова была ваша мотивация? Согласитесь, вы могли бы не соглашаться. Вы могли бы сказать, что, например, там, давай подождем, давай, там, грубо говоря, не будем спешить. Давай, там, например, дадим себе время побыть друг без друга. Не, ну, в какое-то время, да? И так далее. Вы этого всего не делали. Вы этого всего не делали, вы просто согласились. Почему? Чем вы руководствуете? Я не говорю вам, что вы неправильно поступили. Нет, поступили-то вы, может быть, и правильны. Дело не в этом. Дело в том, что вам нужно понять для себя, понять и иметь четкое представление о том, что вами двигалось, когда вы соглашались на расставание. Это важно. Далее. Прошла неделя. Я испытываю сильную боль от того, что у них нет рядом. Сразу ли вы стали испытывать боль? Можете ли вы как-то конкретизировать ее? То есть, что это за боль? На что она направлена? Вот вы говорите, я испытываю сильную боль от того, что его нет рядом. То есть, вам нужно, чтобы он был рядом. Это, простите меня, не совсем любовь. Если человек любит, он, в принципе, может и допускать, что его любимый будет не с ним. Главное, чтобы его любимому было хорошо. Вы же не говорите, что вам больно от того, что его нет рядом. Значит, вам нужно, чтобы он был рядом. Значит, вы, когда он рядом с вами, что-то для себя получаете. И именно от этого вы испытываете сильную боль, которая называется фрустрация от того, что вы не можете получить то, что вы потеряли. И вам нужно либо отказаться от этого вообще, либо учиться получать самостоятельно, своими собственными силами. Не ставя это в зависимость от кого бы то ни было. Это важный момент. Испытывая сильную боль от того, что его нет рядом, вы проявляете свою потребность в нем. Иными словами, своих зависимых. И вы, достаточно, ну, или волевой, или гордый человек. Есть, правда, более негативные варианты, но о них я говорить не буду сейчас. Ибо, не знаю, как именно обстоят дела. Но, тем не менее, чтобы согласиться, расстаться. Это вы сделали правильно, что согласились, в принципе. То есть вы здесь проявили себя с положительной стороны. Но вам-то больно. И эта боль, она сама по себе, без работы над ней, будет уходить довольно долго. И я думаю, что вот эти вот потребности, которые рождают боль, нужно сами разобрать, осознать. Лучше представить сознание и иметь четкую схему того, как их удовлетворять. Вам саму. Да, поначалу будет непривычно. Поначалу будет сказаться, что это все не то. Но это дело времени, дело навыка. Ага, для вас это необходимо, особенно если вы говорите, что у вас отношения преступились. Но опять же, опять же, есть противоречия. Если отношения преступились, но вам сейчас плохо, вы испытываете боль. То, как ли тогда проявились, значит, симптомы преступления, если, хотя бы с вашей стороны, если вам больно. Если вы согласились на расставание, то опять же, чем вы руководствуете, это я вам напоминаю, да? Чем вы руководствуете, если вам больно. Вы ведь не могли не знать, что вам больно. Ибо я уверен, у вас были ссоры, и какое-то время вы были порознень и так далее. Если вы были порознень, и вам больно не было, значит, у них нет некой духовной потребности, некое духовное желание. С этими духовными желаниями нужно поработать. Это очень важно тоже. Далее, многие говорили, что это не мой человек. Ага, то есть вы допускаете факт нечастливства третьих лиц в ваши отношения. Зачем? Почему? Насколько велико влияние этих третьих лиц, условно, общества на вашу личную жизнь? Почему это влияние вообще есть? С какой целью вы прислушивались к тому, что вам говорили? Понимаете ли вы мотивы людей, которые так говорят, для чего они это делают? Ну, например, даете ли вы себе отчет в том, что если человек любит, а ему будут говорить, говорить, ну вот за что ты его любишь, за что ты с ним, и человек будет присутствовать к этим людям, то он имеет все шансы своего любимого человека потерять. Потому это происходит как бы замещение изначального личного образа любимого другим стереотипным общественным образа. И вот об этом важном аспекте я бы тоже хотел, чтобы вы подумали. Далее, не знаю, что делать. Ну, если говорить о том, что вы хотите не испытывать такую ситуацию с любой, то, с одной стороны, это повышение уровня своей независимости, своей самостоятельности, возможно, даже самооценки. Проверка и исследование на тему возможных страхов у вас, то есть, может быть, вы боитесь как-то остаться одной, например, и так далее. Это формирование новых хобби, формирование новых идей, это активное получение новых впечатлений, это достаточно высокий уровень усталости, если мы говорим именно про образ вашей жизни и так далее. То есть, здесь ситуация такова, что вы выбираете тот, кто вам ближе и начинаете это делать. При этом, имея в сознании, все-таки смысл, понятный вам, для чего вы это делаете. Далее, значит, помиримся ли мы, если у нас в будущем, или лучше претерпеть и жить дальше. Ну, здесь вопрос, скорее, больше, наверное, к эзаперикам, нежели к психологам, по моему мнению, потому что, сможете ли вы помириться, и для чего вам мириться, если ваши отношения притупились, не очень понятно. Если у них были какие-то проблемы, то эти проблемы нужно решать. Но, в основном, человек не знает их встречать. Он желает расстаться, и как это может не унизить вас, его желание расстаться, тоже мало понятно. То есть, ставится ощущение, что вы хотите помириться с ним и спросить, хоть и про будущее, только из-за надежды на ваше будущее. Из-за надежды на то, что вы сможете через него убрать у себя боль. Но, в действительности, без вопроса в том, хотите ли вы быть зависимы от него. Если да, нужно попробовать мириться, идти на какие-то уступки, унижаться. Но, будет ли человек вас уважать в результате такого поведения, или нет, это уже вопрос немножечко другого плана. Значит, вы, в принципе, можете сейчас, в какое-то время пройдет, заняться собой, заняться своими делами, своими хобби, своими влечениями, уставать, начать, проработать вот все то, что я вам сказал, да, возможно, провести несколько консультаций с психологом и так далее. А после попробовать, когда вы уже обретете определенную независимость от него, после уже наладить с ним диалог и вести этот диалог не с той позиции, какая у вас сейчас, с позиции нуждающейся женщины, а вести диалог с позиции независимой женщины, Своевольной женщины, которая считает себя равной мужчиной, и которая мужчину воспринимает как равного себе. И вот на этих новых основаниях, основах, пристраивать новые отношения, может быть качественных, куда более иные. И тогда, возможно, у вас будущее и есть. Но опять же, при обязательном условии, что вы будете меняться, потому что отношения ваши притупились, еще раз повторю, не просто так. И без понимания причин этого, не забыть говорить, что ваше примирение будет сколько-нибудь эффективно для вас и для него. В этом случае это еще сильнее может вогнать вас в болотную зависимость от человека, изменив еще больше какие-то ваши представления о себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.